На конституционное совещание на прошлой неделе, многие там оказались ситуативно, спонтанно, часть узнала из СМИ. Вот сегодня выступала Гульмира Разбековна, нам откровенно, тоже сказала, что из СМИ узнала. То есть многие люди там оказались так, очень ситуативно. Некоторые находятся там в каких-то административных отношениях, ну ладно, это Ахсакалы, мы их уважаем очень. Естественно, большая часть людей там будет наблюдать за тем, как работают юристы. Тон и темп работы задают там юристы. Поэтому, наверное, те вопросы, которые мы здесь поднимаем, ну юридические, относятся к нашим коллегам. Я по ним тоже скажу. Вместе с тем, конечно, если это широкое конституционное совещание, то удивляет почему-то мало женщин. Вчера этот вопрос поднимался, есть более 90 человек, там 8, по-моему. А мы знаем, что в нашей истории, в истории юриспруденции тоже женщины очень часто очень такие смелые и принципиальные позиции занимают. Мы это видим. Разных поколений, я думаю, можно было бы это сделать. Хорошо, что там хотя бы несколько человек есть, известных женщин юристов, и то я не видел, чтобы они там сидели. Тоже большой вопрос. Нету молодежи. Там наши учителя сидят, я их уважаю, юристов, но молодежь тоже было бы хорошо включить, потому что я не говорю о молодежи 20 лет, но те, кто работает на международном мультфирме, мы все время говорим. Наверное, мнение молодых юристов тоже надо услышать, поэтому здесь вопрос, конечно, большой стоит. Но не об этом вопрос. Я не хочу сейчас сказать, что они плохие или хорошие. Я хотел задать пару простых вопросов, в первую очередь для своих коллег, которые там юристы, которые задают тон. Тем более, там одни ученые вы заметили. Первый вопрос. Насколько адекватна и реальна задача провести конституционную реформу за полтора месяца, из которых 15 дней, вчера Бегбольс-Нучный Бегович выступил, отводится на конституционное совещание. Просто статистика. Просто статистика. Некоторые страны взяли, которые нашим гражданам знакомы. Италия. Последнее изменение конституции, изменение, даже не разработка нового, изменение конституции заняло конституционная реформа, открытая стадия, более 6 месяцев, из которых около 3 месяцев заняло экспертное обсуждение. Я объясню, в чем разница экспертного и общественного, это второй вопрос у меня. Турция. Более 6 месяцев, около 2,5 месяцев заняло только экспертное обсуждение. Более 6 месяцев длина конституционная реформа по изменению конституции. Грузия. 8 месяцев, из которых 3,5 месяца это была экспертная работа. Российская Федерация. Открытая, активная стадия конституционной реформы заняла 6,5 месяцев, из которых около трех ушло на рабочие группы, экспертные обсуждения и так далее. Последний пример очень показательный. Туркменистан. Если вы не знаете, я вам скажу, 25 сентября 2020 года там закончилась конституционная реформа. Вот, два месяца назад, ровно два месяца назад. Началась она ровно 25 сентября 2019 года, то есть 12 месяцев, из которых не менее трех-четырех там, просто там не обязательно конституционные совещания, экспертные обсуждения в разных формах. Около трех-четырех было экспертное обсуждение. Сегодня утром, к примеру, Урмат Молджевекович, тоже очень уважаю коллега, говорил, что очень много вопросов по Хурултаю. Так вот, для информации, в Туркменистане как раз-таки 12 месяцев шла конституционная реформа, и Хурултай, как представительный орган, там называется чуть по-другому, Халк Маслахаты, они зашли в законодательный вид власти, то есть из представительного такого органа они зашли в классическую систему. Это как бы информация для коллег, которые там сидят. Так вот, насколько адекватна задача провести за полтора месяца реформу и за 15 дней экспертное обсуждение? Этот вопрос должны иметь в виду члены конституционного совещания, и те, кто задают тон там, и те, кто попал туда ситуативно. Второй вопрос, это такой более концептуальный. Я бы открыто хотел сказать, те, кто юрист, они поймут, о чем я говорю. Процедура принятия любого закона, нормативного права акта, процедура принятия закона не менее важна, чем сам закон. Последний вопрос, наверное, это к тому, как работает конституционное совещание. Я не хотел этот вопрос сказать, тоже важно. Общественная легитимность строится на том, когда мы видим, что делается все возможное, чтобы выработать хороший документ. У них очень сегодня много несогласованного. Утром мы услышим, что идут постатейно. Опять же, некоторые члены поднимали вопрос, а почему здесь холодно? Лидер фракции, секции говорит, дайте принтеры, нам нужна бумага. Один говорит, давайте работать в WhatsApp. То есть, мы же видим, что люди не готовы содержательно работать. Мы же видим. И теперь самый ключевой вопрос. Если они так в спешке быстро проведут, будет ли это реальное обсуждение, или это будет имитация?